Друзья, приветствуем вас в эфире Геоэнергетика.Инфо. С вами на связи Светлана Бикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Россия предложила Вьетнаму свою нефть, топливо, СПГ и атомные технологии во время визита Мишустина. Борис Леонидович, зачем Вьетнаму АЭС и выгодно ли это России? Ну, давайте по порядку. Действительно, предложения по нефти и по СПГ были. Были со стороны «Газпрома» и «Роснефти», и «Новатека». Я думаю, подробности мы не услышим достаточно долго. В силу того, что со всех сторон валятся очередные порции рестрикции, думаю, что тут будет режим, когда будет реализовано, мы вам расскажем. И есть еще одна причина, которая тоже не сразу приходит в голову. Очень много проблем у Вьетнама в отношениях с Китаем по поводу того, где у них проходит государственная граница. Поэтому, соглашаясь на вьетнамские проекты, я так понимаю, что российским компаниям надо еще думать о том, чтобы не оказаться в зоне конфликта вот этого. Так что торопиться не будем. Мы оставим все это в сторонке. Поговорим про атомную программу Вьетнама. Тема интересная, тем более, что все забыли. Потому что для нас самое главное, что сказала Урсула фон Дершольц о нелении Макрон и так далее. Не будем мы сегодня про Европу. Первая попытка выйти на строительство атомной электростанции была в достаточно далеком 2009 году. Переговоры прошли достаточно быстро. В 2010 году было подписано межправительственное соглашение. Определили, что первая очередь атомной электростанции Ниньтхуан. Это название такое, я сейчас не ругался. Это в самом центре Вьетнама. Удобно, такой объект генерации большой. Первая очередь два реактора ВВР-1000, а вторая очередь еще два реактора ВВР-1000. Год на дворе был 2010-й, повторю, до ВВР-1200. Тогда еще руки не зашли. В 2011 году был согласован государственный кредит на 8 миллиардов долларов. И по плану должны были один блок за другим начинать строиться в 2014-2015, с тем, чтобы в 2020-2021 друг за другом войти в очередь. И после этого в 2023-2024 должны были стартовать третьи-четвертые блоки. Вроде бы все было хорошо. Вьетнам задумался, потому что на тот момент долг составлял порядка 65% ВВП, и у них правительство колебало. Стоит ли идти еще на один межправительственный кредит не рисковать. Пока думали, размышляли, в 2014 году атомщики между собой решили, что ВВР тысячная это все-таки поколение 3, а есть ВВР-1200, поколение 3+. И решили перепроектировать немножко договор. Но за это время так ничего не решилось у Вьетнама с раздачей долгов. Закредитованы были основательные. В 2016 году приняли решение отодвинуть это куда-нибудь вправо. Несмотря на то, что к тому времени уже около 300 вьетнамских студентов учились в наших ядерных вузах, то есть вроде бы все шло нормально, но вот такое сугубо экономическое решение. Что касается вьетнамской энергетической компании, она все эти годы настаивала на том, что строить все равно нужно, никуда мы от этого не денемся. В Вьетнаме действительно велика доля и угольной генерации, потихонечку растет газовая, но спрос на электроэнергию тогда на грани 2012-2013 годов вроде бы притормозился, сейчас он по-прежнему растет со скоростью 3-4% в год. То есть то, что для нас в России как бы рекордные отметки, вот прошедший 24-й год по подсчетам системного оператора 3%, и в этом году ожидается столько. Вот Вьетнам в таком состоянии уже больше шести лет. Так что вопрос назрел. Я не думаю, что вот этот нынешний подписанный меморандум про оживление того, что вот-вот все это начнется. Ну, тем не менее, будем посмотреть. Во всяком случае, изменения в законодательстве во Вьетнаме произошли, никаких остановок было атомной электростанции, надо строить. Чисто исторически, опять же, все уже успели забыть, намного интереснее еще одно атомно-энергетическое сообщение оттуда же из Вьетнама. В числе делегаций был генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, и вот он сообщил, что в 1927 году согласовано начало строительство нового исследовательского реактора. И вот это уже намного интереснее, заявленная мощность 15 мегаватт. Интереснее, потому что во Вьетнаме работает исследовательский реактор с 1963 года, и у него такая, у этого реактора крайне славная история, связанная много с чем. Реактор изначально был построен американцами. Это трига, знаменитая совершенно конструкция по закону Соединенных Штатов о распространении атомной энергетики 1958 года выпуска. Надо, у американцев много их есть, за что ругать, но то, что 33 исследовательских реакторов они за свой счет расставили практически, ну, по 30 странам и расставили. 33 работало у себя, 33 по белому свету. Можно перечислять все страны, список весьма обширный. Трига – это тренинг, хрестящий, изотопс. И компания, которая его реализовала, General Setonics. Atomics, наверное, так, по-английски я разговариваю со словарем, с людьми стесняюсь, так что поправляйте ударение, если я делаю неправильно. Сама по себе идея этого реактора уже интересна, потому что основным инициатором ее создания был Эдвард Теллер. То есть тот самый человек, который создал термоядерную бомбу для Соединенных Штатов. То есть вот это военная часть Теллера, яростный антисоветчик, российский настроенный, ну, и так далее, и так далее. Венгерский еврей, эмигрировавший в США в связи с событиями вокруг нацистской Германии. Но настрой такой был, что после того, как был реализован Манхэттенский проект, появилась урановая бомба, плутониевая бомба. Практически все, кто работал в составе этого Манхэттенского проекта, вышли. Эта группа американских вещонок была одним из инициаторов тех, говоривших о том, что надо прекратить ядерные испытания и так далее. А Теллер остался. Остался для того, чтобы и возглавил Манхэттенский проект. Он там был переименован, но его цель была создать термоядерное оружие, и он его создал, основной инициатор. Тем не менее, идеология создания вот этих реакторов Трига Теллер сформулировал достаточно забавно. Это реактор, который можно дать группе старшеклассников, чтобы они с ним игрались и не боялись пораниться. То есть максимально безопасно, он такой и есть. Он может работать в импульсном режиме, может работать в стационарном, то есть он либо постоянно, реакция идет, либо она останавливается и выводит его из критического состояния. Потом ставим на место отражатели, изберили, получаем всплеск. И импульс такой у нейтронов очень удобный. У него внутренняя безопасность хорошая, он не сильно греется. То есть заставить его взорваться, он действительно старшеклассники не поранится. Вот. Можно долго рассказывать, вряд ли кому-то будет сильно интересно. В 1963 году они его поставили в местечке на юге Вьетнама, Даллад. Там тогда же был создан исследовательский ядерный институт. Работал себе и работал до 1975 года. В 1975 году, когда было ясно, что войска войдут в южную часть Вьетнама и вышибут оттуда американцев, буквально в последний момент была просто выдернута активная зона реактора вместе со всеми, что там было, и увезли на Соединенные Штаты. Все. То есть вот такая непростая операция с самолетом, не извлекая даже стержни там отдельно, вот просто целиком взяли и увезли. Он какое-то время стоял без дела, естественно, в таком разобранном виде. Да, изначально у него тепловая мощность была 250 киловатт. То есть действительно такое маленькое домашнее совершенно устройство. После всех перипетий, которые военные были во Вьетнаме в 1982 году, за модернизацию этого реактора он взял Советский Союз и общими усилиями всего за два года восстановили работу. При этом тепловая мощность увеличилась вдвое, до 500 киловатт, и в таком виде он, собственно говоря, и работает. И все бы хорошо, но, как бы это помягче сказать, нормативов МАГАТЭ о том, какое обогащение возможно для топлива в реакторах, исследовательских, энергетических, со стороны МАГАТЭ тогда не было. Сейчас 20%. Там было 60% с лишним. То есть, собственно говоря, топливо, которое ближе к ядерному оружию. По-моему, в 2007 году. Да, в 2007 году было подписано всеобщее всемирное соглашение о том, что топливо в исследовательских реакторах тоже должно иметь обогащение, поделившемуся изотопу Уран-235 не более 20%. Вот что хотите, то и делайте. Сразу же было вывезено топливо, которое еще не побывало в реакторе. С ним особых проблем не возникло. Проблемы возникли с тем, как облученное топливо из Вьетнама в Советский Союз, которое, простите, уже в современную Россию надо было вывозить. Это была целая операция, три года заняло. Работали не только советские ядерщики, очень серьезную помощь оказали чехи, предприятия «Шкода». Это не только автомобили, это и реакторы типа ВВР-1000. Они помогли с упаковочным контейнером, и тоже с самолетом. Все это было с большим трудом, но вывезено. И с 2013 года реактор работает на низкообогащенном уране, 19%, то есть полностью подпадает под нормативы современной МАГАТЭ. С этим управились. И вот сейчас предложение, которое согласовали, строить исследовательский реактор мощностью сразу 15 мегаватт. То есть вот сейчас 0,5 мегаватта перевести в 30 раз более мощный. Мощность, конечно, не самое главное, пока мы не слышали, какие требования будут еще. Исследовательский реактор, они всегда в режиме индивидуального пошива. Если исходительство, в общем, занимается институт ядерной энергетики, институт ядерных исследований вдалася, то, вероятнее всего, это будет материаловидческое, он будет необходим для того, чтобы обучать студентов на месте. То есть вот такое направление. Фабрика нейтронов, которая позволяет нарабатывать изотопы. Изотопов надо много разных, не только для медицины, но и для многих других направлений в науке и в технике. Почему решили, что начинать строить необходимо уже в 1927 году? Ну, то есть небольшой срок, тут остается год, чтобы все согласовать. Вот этот реактор, который сейчас работает в Далате, продлевать срок его работы, ну, дальше уже просто невозможно. Стартовал он в 1963 году, то есть, ну, хорошо, выкинем там 15 лет, когда он не работал, даже на 10 лет, когда он не работал, в связи с тем, что в нем топлива не было. Дальше продлевать уже невозможно. Конструкция не удерживает постоянную нагрузку от нейтронов, так что закрывать его надо. Это отдельная тема, что с ним делать дальше, как его выводить из эксплуатации. Ну, то, что в Итам, пока вот будут идти согласования по большим реакторам, идет на то, чтобы эстезерский реактор точно был. Это говорит о том, что не намерены они прерывать работу своей научной школы, а за эти годы она там сложилась, вполне успешная. Есть, что касается начала строительства атомной электростанции, то есть масса требований со стороны МАГАТЭ по изменению законодательства под требования договора о нераспространении язвенного оружия. С этим вьетнамцы явно способны справиться, потому что сотрудничали с МАГАТЭ они все эти годы успешно, не ругаясь друг с другом. Здесь все в порядке. Необходим будет, разумеется, регулирующий орган государственный, но за годы работы исследовательского реактора в Далате специалисты тоже есть. То есть в Итам, по большому счету, готов к работе и в научном направлении атомной энергетики, и готов, собственно говоря, к тому, чтобы стартовали в большую атомную энергетику. Так что будем надеяться, что этот меморандум, который господин Мишустин привез из поездки в Вьетнам, или он его там сразу отдал Алексею Лихачеву, это только начало. Напоминаю, что дальше потребуется межправительственное соглашение. Уже согласовано, что кредит будет со стороны России. Почему России это выгодно? Ну, на мой взгляд, тоже очевидно. Процент межправительственное, межгосударственное обычно небольшой. Вот если смотреть, как предоставляли кредиты Белоруссии под строительство атомной электростанции, там фигурировало порядка 5% годовых, но при этом уровень локализации не превысил 30%. В переводе на русский с экономического, это значит, что 70% из суммы контракта уходит внутрь России. Уходит внутрь Росатома, расходится внутри его предприятий, и для предприятий Росатома это кредит с отрицательной стоимостью, то есть деньги к нему пришли, проценты по нему заплатят кто угодно, только не Росатом. В данном случае будет платить Вьетнам. Это значит и загрузка всех предприятий Росатома, которым необходимо, не только машиностроительные дивизионы, это, разумеется, и конструкторские подразделения, инженерные и так далее, и так далее. И поскольку речь идет о реакторе ВВР-1200, на день сегодняшний таких реакторов работает 6 штук, 4 в России и 2 в Белоруссии, я думаю, что к тому времени, когда будут согласованы все процедурные вопросы, так скажем, с Вьетнамом будет работать еще 4, мы достраиваем свою атомную электростанцию в Турции, не исключено, что еще 4 появятся, потому что в Китае, где мы работаем с 99-го года с одним и тем же партнером, China National Nuclear Corporation, CNNC, уже известно, что там мы можем построить меньше, чем за 5 лет. Постартовали мы уже 2 года назад, так что к тому времени, когда Вьетнам будет получать, это будет более чем обкатанная технология, чем больше заказов на этот тип реакторов ВВР-1200, тем, естественно, ниже себестоимость. Я так понимаю, что одна из задач Росатома – довести их до конвейерного метода, посмотрим, насколько ему удастся. Ну и кроме того, если следить, что говорил Алексей Лихачев во время поездки в Вьетнам, начались переговоры и по атомным станциям малой мощности, может быть, даже и прибрежным, то есть плавучим атомным электростанциям, но это, я так понимаю, на ранней стадии. То, что проект атомной электростанции НИТХУАН-1 восстановлен, это, можно сказать, уже совершенно определенно. Так что наблюдаем. Ну то есть, таким образом, Борис Леонидович, можно сказать, что переориентирование энергетического рынка России на восток идет полным ходом, правильно? Я бы так сказал, что оно стартовало достаточно давно, просто мы в обычных случаях, когда говорим про энергетику, говорим про то, что животрепещущее, про газ, про нефть и так далее, и так далее. Если говорить о том, как Россия начала переориентировать свою энергетику на восток, то старт строительства атомной электростанции Ченевань в Китайской Народной Республике – 1999 год. То есть, началось все достаточно давно, и в качестве флагмана выступил Росатом. Первые контакты на строительство атомных электростанций в Индии – это тоже восток. Следующим стартовали даже не газовых деломастера, а наши транснефть, магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь», «Тихий океан». Все это происходило до 1922 года. То есть, на тот момент, когда главнокомандующий говорил о том, что уже пора, направления были отработаны, отрасли были определены. Так что здесь у нас все в полном порядке. Мы привыкли чаще всего почему-то вспоминать «Силу Сибири», а у нас хватало проектов до того, как появился газ. Напомню, что магистральный нефтепровод был завершен в 2019 году, выведен на 100% мощности. И мне кажется, что про это надо делать какие-то отдельные передачи, потому что по межгосударственному договору с Китаем завершение выхода на полную мощность должно было быть в 2029 году. То есть, транснефть у нас на глазах ударная капиталистическая стройка, я не знаю ни одного проекта, который был бы на 10 лет раньше завершен, чем планировался. У нас есть. Даже в советские времена опередить строительство на 10 лет – это что-то феноменальное. Тем не менее, это было сделано, и я уж не знаю, либо это у генерального директора президента транснефти Токарева было вот такое прозрение, что нам это необходимо именно в 2019 году. Если бы действовало по плану, в 2022 году мы выглядели бы намного более бледными. Обратите внимание. Так что есть у нас в русских селениях не только женщины красивые, но и мужчины, которые умудряются обнаружить, что надо поторопиться, потому что это выгодно для нашего государства. Спасибо большое вам за комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok